Сводка за неделю от военку Ромака о событиях в ДНР и ЛНР 11 января 2019 года 17 января 2019 года На этой неделе обстановка продолжала накаляться на фронте ДНР и ЛНР Фактически очередное перемирие давно сорванные обстрелы вернулись на уровень лета осень 2018 года В СУ, в принципе, не сильно старались его сохранить Наглядным доказательством того, что украинские вооруженные формирования в очередной раз в одностороннем порядке сорвали процесс мирного урегулирования конфликта является акт агрессии 93-й бригады в отношении трех сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса» По количеству военных преступлений против мирных жителей боевики 93-й бригады выбились в лидеры среди прочих бригад вооруженных формирований Украины и теперь соревнуются с националистическими добровольческими формированиями, начавшими геноцид населения Донбасса в 2014 году На счет у предводителя этого вооруженного формирования, Клочкова, только за 2018 год Уничтожение грузового автомобиля «Белос» и убийство его водителя Уничтожение автомобиля «Газель», развозившего хлеб жителям прифронтового района Г. Докучаевск Уничтожение двух санитарных автомобилей «УАЗ» и «Урал» Убийство находившихся в них шести человек двух водителей, трех медиков и раненого военнослужащего Теперь Клочков записал на свой кровавый счет еще и трех раненых сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса» Всего за прошедшую неделю в СУ обстреляли ДНР 71 раз Обстрел производился по районам 18 населенных пунктов республики На Мариупольском направлении противник применил танки Кроме того, украинские боевики обстреливали населенные пункты республики с применением минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия В результате обстрелов повреждения получили два домостроения в НП Докучаевский и Жабичева Всего за прошедшую неделю в СУ обстреляли ЛНР 25 раз Всего по территории республики было выпущено более 340 минут и снарядов Обстрелом со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовая, Калиновка, Лагвинова, Веселогоровка, Калинова, Первомайск, Молодежная, Золотой 5, Голубовская, Донецкий, Желобок и Фрунзи С 11 по 17 января 2019 года на территории ДНР ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили двое военнослужащих республики 17 января, в 11.20 боевики из 93-й механизированной бригады по приказу военного преступника Клачкова осуществили прицельный обстрел из минометов калибром 82 мм по двум гражданским автомобилям ВАЗ припаркованном на площадке вблизи Васильевской насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода При этом украинские боевики корректировали огонь с помощью беспилотного летательного аппарата Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не погиб и не пострадал Обращаю особое внимание на то, что данное преступление совершено недалеко от места, где 10 января боевики из того же вооруженного украинского бандформирования 93-й бригады Обстреляли гражданский автомобиль с сотрудниками коммунального предприятия «Вода Донбасса» Напомню, в результате обстрела пострадали три мирных жителя На счет у 93-й бригады из достижения напали боя только успешная сдача Донецкого аэропорта в 2015 году С того времени бандформирование под названием 93-я бригада не рискует вступать в открытое столкновение с подразделениями Народной милиции Республики Для лидера этой организованной преступной группировки, будем называть вещи своими именами Военного преступника Клочкова, более привычно воевать с мирным населением На их кровавом счету уничтожение автомобиля «Белаз», хлебовозки «Газель», двух санитарных автомобилей с ранеными медперсоналом, а также вахтовки коммунального предприятия «Вода Донбасса» Клочков и его подельники откровенно плюют на все договоренности Тот факт, что Порошенко, Полторак, муженька и Наев до сих пор не приняли в отношении Клочкова и его боевиков никаких мер Я не говорю об уголовном преследовании, хотя бы о дисциплинарном взыскании Свидетельствуют о полной поддержке руководством Украины подобных террористических методов ведения войны Примечательно, что сегодняшний обстрел гражданских авто, как и часть вышеуказанных инцидентов, произошли в день проведения очередного раунда переговоров в Минске О каком курсе мирного урегулирования конфликта на Донбассе заявляют украинские политики и генералы, когда с их позволения продолжается военная агрессия в отношении мирных граждан? ДНР, нашей разведкой отмечается проведение украинскими спецслужбами подготовительных мероприятий на объектах гражданской инфраструктуры в целях организации терактов на подконтрольной Киеву территории Рабочие группы СБУ под легендой проверки защищенности регулярно наведываются на предприятия, находящихся в зоне операции оккупационных сил и прилегающих районах, на которых содержатся запасы химических веществ Реальная цель их визита это оценка запасов находящихся там химикатов, а также возможных последствий техногенных катастроф, после проведения украинскими спецслужбами диверсии на этих объектах От надежного высокопоставленного источника нам стало известно, что сотрудники СБУ проводят допросы персонала железнодорожных станций Константиновка и Артемовск Скрытая переброска эшелонов с техникой и личным составом в зону боевых действий, спланированных к участию в наступлении, сорвалась и спецслужбы пытаются найти виновных Укомплектованность украинских вооруженных формирований в зоне операции оккупационных сил продолжает снижаться В 128, 57 и 58 бригадах наличие боевиков на переднем крае не превышает 50% от штатной численности Это связано в первую очередь с нежеланием военнослужащих участвовать в конфликте на Донбассе Таких как, высокий уровень санитарных потерь, полученные травмы в результате неуставных взаимоотношений и неосторожного обращения с оружием Участились случаи дезертирства, по причине невыплат в течение четырех месяцев надбавок за нахождение на переднем крае В сложившейся ситуации командиры 128, 57 и 58 бригад нашли выход с финансовой выгодой для себя Факты дезертирства не сразу оформляются документально Долгое время дезертиры формально числятся на передовой, а выделяемые на них денежные средства присваиваются командирами В 93-ю механизированную бригаду отмечено прибытие литовских волонтеров, которые всячески поддерживают вооруженную агрессию Киева в отношении населения Донбасса Литовцы привезли боевикам 93-й бригады оптические приборы и компьютерную технику Командир бригады Клочков поставил задачу провести по документам арктехнику как купленную за государственный счет С последующим прикарманиванием списанных денежных средств На полученную от волонтеров оптику Клочков также организовал принудительный сбор денег среди починенных ЛНР Зачастую жертвами провокаций в СУС становятся мирные граждане Донбасса Но на этот раз командование ООС едва ли не переступило последнюю черту Так, благодаря профессионализму представителей миссии ОБСЕ Народная милиция ЛНР была своевременно проинформирована о готовящемся теракте со стороны в СУН и Мироновском водохранилище И немедленно обнародовала данную информацию, сорвав планы противника Шлюзы Мироновского водохранилища, которые командование ООС планировало подорвать, регулируют приток воды в реке Лугань В случае их подрыва поток воды из Мироновского и сообщенного с ним Углегорского водохранилищ приведет к выходу Р. Луганец берегов и половодью в регионе вплоть до Г. Луганска Западные покровители киевских властей по-прежнему не оставляют попыток использовать доступные силы и средства для эскалации конфликта на Донбассе Так, по информации от наших источников, на базе 140-го центра специального назначения в городе Хмельницкий учебного центра высокомобильных десантных войск в СУП в городе Житомир Под руководством инструкторов из США, Великобритании и Литвы проводится подготовка ДРГ В рамках обучения, особое внимание отводится ориентированию на местности, выживанию и тактике действий в лесостепной местности и в населенных пунктах Наши наблюдатели продолжают фиксировать случай минирования украинскими силовиками территорию линии боевого соприкосновения Так, отмечено минирование местности инженерно-саперными группами в районе НП Светлодарск, вблизи жилых домов В связи этим призываем мирных жителей данного района быть предельно бдительными Представители миссии ОБСЕ продолжают фиксировать запрещенную технику в СУ на линии соприкосновения На этой неделе вне мест хранения выявлено 55 единиц, танков Т-64 и Т-72-9 единиц РСЗО «Град» 122 мм 6 единиц 122 мм САУ «Гвоздика» 10 единиц 122 мм буксируемых Каубиц Д-30 12 единиц 120 мм минометов 12 единиц БМП 1 единица ББМ 5 единиц Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов 11 января 2019 года, пятница 9.55 БМП 1-5 С направления Луганское в направлении Лагвинова 10 часов НП ФДФК НП Ясиноватая Используются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие 12-20 НП Пески НП Жабичева Выпущено 4 мины калибром 82 мм 12-30 НП Пески Вольва Центр Произведен 1 выстрел СПГ-9 12-30-13-10 НП Новгородская НП Широкая Балка Выпущено 4 мины калибром 82 мм Произведено 4 выстрела СПГ-9 Выпущено 15 гранат АКС 13-45 БМП 1-5 С направления Луганское в направлении Лагвинова 16-40 НП Водяное НП Ленинское Выпущено 12 танковых снарядов калибром 125 мм Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие 16-45 НП Широкина НП Саханька Используются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие 17 часов 82 мм 10 АКС 29 С направления Крымское в направлении Желобок 17-25 НП Пески Вольво Центр Выпущено 3 мины калибром 82 мм Произведено 2 выстрела СПГ-9 17-30-18-10 НП Камин КНП Крутая Балка Произведено 15 выстрелов БМП 1 Выпущено 15 гранат АКС 20-15 НП Маринка Шата Трудовская Используется крупнокалиберное и стрелковое оружие 21-35 НП Водяное НП Ленинское Используется крупнокалиберное и стрелковое оружие 22-45 120 мм 10 АКС 29 С направления Крымское в направлении Фрунзи За прошедшие сутки в СУ обстреляли ДНР 12 раз ЛНР 4 раза 12 января 2019 года Суббота 12-25-12-55 НП Пески Вольво Центр Выпущено 2 гранаты СПГ-9 Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие 14 часов 14.30 НП Новотроицкое НП Докучаевск Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие 15 часов АКС 29 с направления Новозвановка в направлении Калинова 17-20-82 мм 4 БМП-1 6 с направления Новотышковское в направлении Донецкий 18-35-19-5 НП Авдивка Воинская часть НП Спартак Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие 19 часов 19.30 НП Маринка Шата Трудовская Выпущено 3 гранаты СПГ-9 19-15 НП Пески Вольво Центр Выпущено 4 гранаты СПГ-9 Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие 20-15-20-45 НП Маринка НП Александровка Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие 22-50-23-20 НП Зайцево Северное и НП Зайцево Южное Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие За прошедшие сутки в СУ обстреляли ДНР 7 раз ЛНР 2 раза Media equals HTTPS colon slash 13 января 2019 года, воскресенье. 08.50.09.30 НП Пески Вольво Центр. Выпущено 4 гранаты СПГ-9, 12.35 НП Авдивка, Вент. Ствол шаты Бутовка, НП Спартак, Выпущено 15 гранат АКС, Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 14.00 НП Новгородская НП Широкая Балка, Выпущено 4 мины калибром 82 мм, 14.20 АКС, 13.00 КАКС Направление Попасное в направлении Молодежное, 15.50 НП Новгородская НП Широкая Балка, Выпущено 6 минут калибром 82 мм, 15.55 НП Пески НП Жабичева, Выпущено 4 мины калибром 82 мм, 16.25 НП Широкина НП Ленинская, Выпущено 1 граната РПГ, 29 гранат АКС, Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 17.00 НП Пески НП Жабичева, Применили стрелковое оружие, Зафиксирована работа снайпера, 17.20 НП Красногоровка НП Старомихайлов, Произведено 60 выстрелов БМП-2, 17.55 НП Пески НП Жабичева, Выпущено 5 минут калибром 82 мм, 18.55 НП Авдивка НП Спартак, Выпущено 3 гранаты СПГ-9, Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 19.82 мм, 2. Соснаправление Крымское в направлении Желобок, 20.30 НП Новотроицкое НП Докучаевск, Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 20.30 АКС, 20. Соснаправление Луганское в направлении Калиновка, 20.50 БМП-1, 8. Соснаправление Попасное в направлении Первомайск. За прошедшие сутки в СУ обстреляли ДНР 11 раз, ЛНР 4 раза. 14 января 2019 года, понедельник, 09.4010.15 НП Пески Вольво Центр, Произведен 1 выстрел БМП-1, Выпущено 29 гранат АКС, Применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 10.55 НП Майорский НП Горловка, Шата-6-7, Выпущено 3 гранаты АКС, 11.55 82 мм, 5. Снаправление Луганское в направлении Калиновка, 12.5 СПГ-9, 4. АКС, 29. Соснаправление Попасное в направлении Первомайск, 16.30 82 мм, 7. КАКС-направление Попасное в направлении Первомайск, 16.45 120 мм, 4. БМП-1, 7. Снаправление Луганское в направлении Калиновка, 18.50 НП Пески Вольво Центр, Произведено 2 выстрела СПГ-9, 19.30 НП Пески Вольво Центр, Выпущено 3 мины калибром 82 мм, Применялось стрелковое оружие, 21.00 НП Мариинка Шата-Трудовская, Применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 21.30 82 мм, 7. Соснаправление Новотошковское в направлении Голубовское, 21.45 НП Широкина НП Саханька, Произведено 5 выстрелов СПГ-9, Выпущено 10 гранат АКС, Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 22.40 НП, Авдеевка НП Ясиноватая, Применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, За прошедшие сутки в СУ обстреляли ДНР 10 раз, ЛНР 5 раз, 15.00 НП Мариинка Шата-Трудовская, Применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 12.25 НП Авдеевка НП Ясиноватая, Применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 13.30 НП Красногоровка НП Старомихайловка, Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 18.20 НП Дзержинск, Шахта Южная, НП Горловка, Поселок Шаты-Им, Гагарина, Применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 18.45 НП Пескин Пежа-Бичева, Применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 18.55 82 мм, 2. СПГ-9, 6. КАКА, СОС-Направление Новотошковское в направлении Донецкий, 19.30 НП Мариинка Шата-Трудовская, Применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 20.20 82 мм, 3. КАКА с направления Крымское в направлении Желобок, 20.50 НП Мариинка НП Александровка, Применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 22.20 НП Мариинка Шата-Трудовская, Применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 22.45 СПГ-9, 2. РПГ-3, АКС, 29. С направления Луганское в направлении Калиновка, 22.55 НП Пески-Вольвоцентр, Применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие за прошедшие сутки в СУ обстреляли ДНР 9 раз, ЛНР 3 раза. 16.10 НП Мариинка Шата-Трудовская, Применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 10.45 НП Пески-Вольвоцентр, Выпущено два мины калибром 82 мм, 10.50 РПГ, 2. АКС, 15. КАКО, СОС направления Золотое-4 в направлении Золотое-5, 11.50 82 мм, 5. ЗУ-23 с направления Троицкое в направлении Веселогоровка, 12.25 НП Пески-Вольвоцентр, Применялось крупнокалиберное и стрелковое оружие, 12.45 НП Пески-НП Жабичева, Произведено 10 выстрелов БТР, 10 выстрелов ЗУ-23, 13.20 НП Широкина-НП Саханька, Произведено 60 выстрелов ЗУ-23, Применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 13.20 НП Водяное и НП Ленинское, Применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 14.00 НП Широкина-НП Саханька, Произведено 5 выстрелов БМП-1, Применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 14-40 НП Новотроицкая НП Докучаевск Выпущено 4 мины калибром 82 мм 14-45-15-35 НП Троицкая НП Озеряновка Произведено 2 выстрела БМП-1 17-20 НП Водяное НП Ленинское Выпущено 4 мины калибром 120 мм 17-30 НП Маринка и НП Александровка Применяются крупнокалиберные пулеметы 21-5 СПГ-9-9 С направления Светлодарского направления Лазове 21-20-21-50 НП Пескин Пежабичева Выпущено 4 мины калибром 82 мм Применялось плелковое оружие 22-5-82 мм 5-5 С направления Крымское в направлении Желобок За прошедшие сутки в СУ обстреляли ДНР 12 раз и ЛНР 5 раз 17 января 2019 года Четверг 0-6-30 0-6-50 НП Маринка Шата Трудовская Выпущено 3 гранаты СПГ-9 0-7-45-08 2-0-5 НП Маринка Шата Трудовская Выпущено 2 мины калибром 82 мм 9-5 НП Пески Вольво Центр Произведено 40 выстрелов БТР Применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие 11-20 НП Шума НП Горловка Поселок Шаты Гагарена Выпущено 15 гранат АКС Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие 11-20 НП Авдиевка НП Крутая Балка Выпущено 22 мины калибром 82 мм 11-25 НП Каминка НП Васильевка Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие 13-45 НП Пески Вольво Центр Выпущено 2 мины калибром 82 мм Применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие 14-30-14-50 НП Пески Вольво Центр Произведено 5 выстрелов БМП-1 Применялись стрелковое оружие 14-55 НП Пески НП Жабичева Выпущено 7 гранат СПГ-9 Применяли и стрелковое оружие 16-30 НП Пески Вольво Центр Произведено 7 выстрелов БМП-1 50 выстрелов ЗУ-23 8 гранат СПГ-9 Применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие 19-50-82 мм 4 СПГ-9 5 СОС направление Новотошковское в направлении Донецкий 21-40-82 мм 16 СОС направление Крымское в направлении Желобок 23-50-00-10 НП Маринка Шата Трудовская Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие За прошедшие сутки в СУ обстреляли ДНР 10 раз, ЛНР 2 раза Донбасс Пикантные тонкости информационной войны для тех, кого интересуют актуальные тонкости пропагандистских методов Киева в Донбассе Вещь архиинтересная Интервью одним планом, без склеек, перебивок и купюр, чтоб не подумалось о каких-то потасовках Всем терпения и здоровья!